В связи с особой важностью строительства канализационной насосной станции, подобные оперативные совещания проводятся каждые две недели. Соответственно, за ходом работ жители могут следить практически в реальном времени. Мы докладывали, что 3-го числа у нас должна была быть первая заливка до уровня минус 5 метров. Мы ее сделали досрочно 2-го числа, и очередную заливку мы говорили людям, что это будет уже в 20-х числах. Тем не менее, мы ускоренно опережаем график, и 10-го числа мы сделали очередную заливку канализационной насосной станции и уже вышли на нулевую отметку. В течение нескольких дней подрядчик планирует завершить строительно-монтажное и приступит к пусконаладочным работам. По словам Александра Ускова, оборудование для канализационной насосной станции закуплено в полном объеме, и сейчас оно находится на складе. Работу на объекте видно, как говорится, невооруженным глазом. Сейчас заканчивается возведение подземной части канализационной насосной станции. Через пару дней сверху появится бетонная плита. Затем работы продолжатся уже поверх нее. Интересует жителей проект развития территорий, на которых сейчас стоят старые очистные сооружения. Высказывались пожелания сделать на этом месте парк, но из-за того, что здесь будет проходить множество коммуникаций, озеленить получится, а вот прогуляться вряд ли. После строительства всех главных объектов, существующих, запятая объектов, мы, условно говоря, после окончания строительства, закупим зеленые насаждения в разных видах и рассадим. Все, точка. Но пропуск и допуск посторонних лиц на объекты коммунальной инженерной инфраструктуры будет запрещен. Потому что, а, это опасно для жизни, б, это противоречит всем нормам. На совещании также была озвучена ситуация со строящимся жилым комплексом Брусника. Жители беспокоят бурная застройка ближайших территорий, а также то, как будет осуществляться канализование и водоотведение в новых районах. Они планируют приступить к строительству в ближайшее время. Мощность КНС у них 1400 в проекте прописано. То есть, они там с запасом взяли. Ну, это хорошо. Да. Еще раз, проект согласован, завершается экспертиза. В сентябре планируют завершить строительство. Эта КНС будет подключена к недавно возведенному, но уже действующему коллектору, который тянется до КНС на улице Старо-Нагорной. На совещании также рассмотрели ситуацию со строительством микрорайона «Эковидное-2». После завершения основных работ по этой КНС, у нас тот же подрядчик, уже есть заключенный договор с природоохранной технологией, который потом плавно перейдет для строительства КНС уже в «Эковидное-2». По планам, как бы у нас сейчас нет такой горячки, мы планируем все работы на следующий год. На объекте у Купеленьки сроки хоть и поджимают, но строители уже опережают график более чем на неделю. Заместитель главы администрации Ленинского района Александр Усков пообещал, что этот темп будет сохранен. Что касается пуска наладочных работ, мы будем стремиться сделать наладку оборудования, установить соответствующую насосную группу, арматуру, соответствующие трубопроводы подвести в срок до 1 сентября. Чтобы быстрее возводить КНС, подрядчику нередко приходится работать в вечернее время. Строители обратились к местным жителям с просьбой с пониманием отнестись к этим временным неудобствам. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.